А мы продолжаем и до нашей студии уже завитала наша гостья, наша подруга Тетяна Курочкина Майстриня, с которой сегодня мы будем делать, как я понимаю, незвычайную листовочку. Витаю тебя, Танюш. Здравствуйте. Да, именно так. Мы сегодня будем делать открытку с элементами оригами. Это новое вение в оформлении открыток. Очень актуально при поздравлении именно женщин, так как мы будем сегодня делать мини-платьицы на нашей открытке. Что нам для этого понадобится? Мы взяли заготовки для открытки, вот такая длинная у нас есть. Они могут быть разной формы, разного размера. Мы взяли бумагу для скраббукинга. Ты сможешь за мной повторять, я взяла еще. Для оформления вот таких милых божьих коровок. Крафт, фамиран. Еще раз остановимся на этих названиях. Крафт – это бумага. Раньше в нее заворачивали колбаску. Теперь она используется для декора. Очень актуальная и модная. Она бывает разной плотности. Мы будем использовать фамиран. Это новый материал. Это что-то нечто среднее между пенопластом и бумагой. Он такой очень приятный, бархатный на ощупь. Действительно бархатный. Благодаря нему можно добиться эффекта, допустим, в выполнении цветов более натурального, так скажем. Еще он есть термостойкий и подается при сжатии пальчиками. Ему можно придать форму определенную. Итак, к чему мы приступаем в первую очередь? Для начала выбираем заготовочки. Я возьму с собой только поменьше, если захочешь, повторяю за мной. Повторяю. Да. Значит, покажу, как мы будем делать. Для начала тебе нужно вырезать вот такую же юбочку, как у нас. Мы будем делать, как я уже говорила, маленькое платьице. Что-то подобие треугольничка. Сейчас я поделаю, чтобы понять, какого размера. А я нашим телезрителям покажу, как нужно сгибать. Как делать гофре? Мы делаем его с помощью линейки. Вот таким образом прижимаем аккуратно, как мы сделали это на нашей юбочке. Переворачиваем. И продолжаем в том же духе. Вот таким образом можно с помощью линейки получить на бумаге гофре. Смотри, у меня юбочка пока без гофре. Ну, давай мы так сделаем. Попробуем. Вот таким образом получается гофре. Вот. С помощью линейки. Так, как мы сделали вот на нашей юбочке. Значит, для начала нам нужно ее прикрепить на открытку. Сделаем мы это с помощью обычного карандашного клея. Пожалуйста. Можно всю поверхность. С краешку вот здесь. Да, мы еще будем крепить туда красоту. Есть. Есть. Держи. Вот так вот хорошенечко промазываем. А мне нужно у себя тоже? Немножко. Немножко. Есть. И крепим нашу юбочку. Вот теперь в том месте. Да, да, да. Вот так. Есть. Наша юбочка прикреплена. Да. Мы дождемся, пока она немножко подсохнет. И теперь нам нужно заняться лифом. Ммм. Ммм. Нужно сделать вверх. Да. Тебе нужно сделать такой же вверх. Я сделаю его на пироженке. Очень интересно будет. Главное, актуально сейчас. Сейчас мотивы пирожных, тортов, конфет, всевозможных сладостей очень актуальны в аксессуарах и в одежде. Кстати, о сладостях. Мы вот анонсировали нашим телезрителям, что наша Танюша вчера праздновала свой день рождения. Ну и как тортик. Вкусный. Много. Очень много. Я видимо, так как я стараюсь все-таки им как и любая, девушка меньше поправляет сладкого. В день рождения я решила все-таки оторваться, как говорят. Так, смотрю. У нас готовый лифт. Отлично. Прилаживаем его. Я тебе отдаю твой. Да. Без пироженки. Да. Пироженок тебе вчера хватило. Очень. Прилаживаем его. Намазываем. И куда мы его клеим? Вот. Аккуратненько встык-встык. Встык-встык. В нашей юбочке. Да-да-да. Вот так вот. Видишь, как-то все. Какой-то сладкий у меня силуэт, а не пироженки. Вот такой у нас силуэтик должен получиться на открыточке. Какая красота. Так, ну это еще не все. Мы продолжаем. Продолжаем. Теперь нам нужно вырезать небольшие бантики. Вот сюда, на поясочек. В этом я тебе помогу. Давай. И спамеранчика. А его, на какой клей мы будем клеить? Он также отлично клеится на карандашный клей. Немножечко сквозь. Передаем немножко форму. Примеряй. Вот так делаем? Да. Так, я смотрю, тебе нужно его немножко укоротить, да? Да. Немножко великоват. Далее моя, несмотря на пироженки у куколки, очень маленькая. Очень маленькая, очень тоненькая. Значит, укорачиваем аккуратненько. Вот так. Есть. Отлично. Теперь мы как хирург с качелем. Да. Всю жизнь хотела стать врачом. Ну вот. Благодаря тебе все-таки смогла сделать операцию. Вот так. И приклеиваем, да? Да. И аккуратненько приклеиваем. Есть. Нет, уже прикреплю наш поясок. Вот так. Что следующее мы будем прикрепить? Теперь у нас есть вот такие вот замечательные божьи коровки. Куда мы божьи коровки? Определяем. Я думаю, можно на поясочек вот так вот. Каждую. Шикарно. Какая тебе больше нравится? Хочу вот эту, которая побольше. 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 Аккуратненько снимаем защитную пленочку. Сняли. Крепим на поясок вот сюда вот. Нашу божью коровочку. Так. Теперь нам еще... У нас есть вот такие вот лепесточки. Вот. Я предлагаю вокруг. Да, у нас же должно быть цвета. Да. В лепестках. Я предлагаю. Мы их сейчас поделим. Разрежем. А вот. Вот таким образом. И каждому достанется по лепесточку? По два. По два? Да. У нас нужно будет разместить его вот таким образом. То есть по диагонали. Мы еще будем расписывать нашу открыточку. Вау. Лепесточки выполняют функцию декора такого небольшого. Держим. Из чего изготовлены наши лепесточки? Это синтетическое волокно с силиконовой пропиткой. Ткань, в принципе. Вот. Но она определенным образом пропитывается. Вот так. Да. И еще потом по одному сверху. Прикрепишь. Отлично. Сначала вот так. Вот. Получается? Ты знаешь, да. Отлично. С таким хорошим учителем все получается. Теперь еще по беленькому обязательно сверху. Есть. Сейчас еще тут прикрепим. Насколько популярны сейчас такие открыточки среди людей? Ой, сейчас очень популярны. Причем люди, как правило, любят делать их своими руками. Все хотят попробовать. Попробовать, получится ли у них. Вот. Свои силы, как бы сказать. Очень много инструктажа, как бы, присутствуют и в литературе, и в нашем интернете. Вот. Получилось, да? Да. Пока получается все. Теперь нам нужно, смотри, берешь, вырезаешь два маленьких шарика, вот, из розовой бумаги. Из розовой бумаги. Из розовой бумаги. А я думала, по контуру. Нет. Два маленьких шарика. Сейчас сделаем. Что мы будем делать с этими шариками? Мы закрепим, прикроем наши основания лепесточков, чтобы было красиво. Будет сердцевинка. Да. У нашего лепесточка будет сердцевинка. Ой, что-то у меня не совсем шарики получились. Отлично. Это они кособокненькие немножко. Ну, немножко, я тебе помогу сейчас. Так, раз, и зайду в уши. Мы потом добавим контур шарика настоящим контуром, золотом или серебром. Мы сейчас прямо у тебя покажем, как расписывать. Вот так. Отличные шарики. Теперь нам их нужно прикрепить вот сюда, на основание. Что улетают мои шарики? Сначала клей. Есть. Отлично. И теперь шарик. Да. О! Есть! Приклеился? Да. Отлично. Теперь тут также. И вот сюда. Ой. Ну вот, замечательно. Вот, есть! Так, теперь выбираем золото или сереброчное. Золото. 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 Смотри. Я тебе... Держи. Сейчас я буду показывать. Аккуратненько, надавливая. Ну, как карандашик, в принципе. Работаем. Ну, немножко придавливая. Я предлагаю тебе вот так вот, вокруг твоего шарика, сделать небольшой контур. Хорошо. А нашему цветочку мы сделаем небольшую серебряную горошинку. Вот так, раз. И снизу тоже делать, да? Да, конечно. У нас же два цветочка. И вот так. Вот два. И, собственно, я предлагаю подписать нашу открытку. Да. С любовью. Или для тебя. Для тебя. Для тебя больше нравится. Для тебя. Для тебя. Смотри, аккуратненько вот здесь вот. Мы же... Либо с этой стороны. То есть там, где у нас остались пустые места, мы можем заполнить их какой-то надписью. Вот. В данном случае наша... Это подпись. Вот. Выбираешь либо нижний угол, либо верхний. Подписываем. Вот так вот аккуратно контуром надавливаешь его, не бойся. Вот. Он будет прописывать. Ну как? Получается, я другую надпись немножко придумала. На самом деле контур золотой, серебряный, либо цветной. Очень грамотно и красиво дополняет все это. Ну так, повторим эффект нашего платьица. Есть. Вот. Теперь можно прорисовать боковые лепесточки. Повторить силуэт платьица. Угу. Поняла. Вот. Добавить ожирности нашей открытки. Можешь контур ставить вот такими точечками. Смотри, как. Получается очень мило и нежно. Есть. Сейчас дорисуем. Слушай, как интересно рисовать такими красками. Конечно. Они имеют такую немножко гелевую основу и очень удобно. Да. И как красиво у тебя получается. Сама удивляюсь. Красоте такой. Под твоим руководством все красиво получается. И, собственно говоря, на платьице можно тоже нарисовать какой-нибудь бантик. Вот здесь. Угу. Давай попробуем с банта. Так. Бантик. Ну, в принципе, все. Теперь нам придется положить наши открыточки минут, надеюсь, они просохнут. И потом смело их можно кому-либо дарить. Ну что ж, спасибо тебе, Танюш. Я напоминаю нашим телезрителям, что позвонив в нашу студию, вы можете получить такую открыточку себе от Танюши Курочкиной. Всегда рада. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!